ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новая для российского наследственного права конструкция – наследственный фонд. Наследственный фонд – способ управления имуществом, бизнесом, капиталом, который остается после смерти наследодателя. Вот наследственный фонд будет создаваться и функционировать после смерти гражданина, наследодателя, и в соответствии с этими условиями, которые он сам определит. Вот об этом сегодня поговорим с нотариусом города Самары Инна Борисовна Хайкина. Здравствуйте, Инна Борисовна. Здравствуйте. Ну что же, мы работаем традиционно в прямом эфире 202.11.22. Уважаемые телезрители, звоните к нам в течение 30 минут. Инна Борисовна Хайкина обязательно ответит на все вопросы, связанные с наследством, с брачным договором, доверенности. Говорим мы сегодня о наследственном фонде. Тема, как мы уже говорили, новая, интересная, и дает, самое главное, новые права наследодателям. Так вот, Инна Борисовна, когда вступает этот закон? И, собственно, какие он дает преимущества? И самое главное, в чем новшество принятого закона? Да, действительно, 29 июля 2017 года подписан новый федеральный закон 259-й о внесении изменений в часть 1, 2, 3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Самая важная поправка этого закона – это новый институт, наследственный фонд. Новое понятие для российского законодательства, для всех граждан, которые проживают на территории России, после смерти которых открывается наследство. Новая конструкция – это новое введение закона. Что из себя представляет наследственный фонд? Наследственный фонд – это, как вы правильно заметили, новый способ управления имуществом, бизнесом, капиталом. Он интересен, актуален и необходим для тех граждан, которые на момент смерти обладали достаточно большим капиталом, бизнесом, либо у которых была какая-то организация, управление впоследствии которой требует либо того же гражданина, мнение которого, к сожалению, уже спросить нельзя будет, либо последователей его, но всегда гражданин, который возрастил такое вот свое предприятие, хочет, чтобы цели и его намерения в дальнейшем были сохранены. И чтобы те принципы, которым он создал это предприятие, и по которым это предприятие действует, чтобы впредь тоже эти принципы соблюдались и были исполнимы. Для этого закон вводит новое понятие «наследственный фонд». То есть это форма юридического лица, учреждение, которое зависит только от наследодателя, все условия, порядок, способы управления этой организацией, наследодатель делает заранее путем составления завещания. Инна Борисовна, вот давайте продолжайте ответ на вопрос, но давайте на каком-нибудь конкретном примере. Ну, возьмем, давайте, к примеру, благотворительный фонд, да? Понятно, цели и задачи, которые преследуют, помощь, да? Ну, давайте возьмем помощь детям, грубо говоря. И вот на этом конкретном примере можете привести, вот как закон трактует наследственный фонд? Да, например, наследодатель обладал таким благотворительным фондом помощь определенным детям, помощь определенным лицам. И очень хотел наследодатель, чтобы впредь эти цели были соблюдены. Поэтому он с помощью своего завещания определяет судьбу этого юридического лица. На какой-то определенный срок? Можно на определенный срок, можно бессрочно. Бессрочно. Можно установить это в уставе и, естественно, в новых положениях. Вот все новые положения, которые и будут действовать после факта простить смерти, они уже определены в том решении, которое наследодатель делает посредством завещания. Это могут быть даже и иные факты, дополнительные возникшие. Могут быть какие-то условия, которые он может предусмотреть на тот или иной случай. Он, естественно, может назначить нового руководителя. Если руководителем был наследодатель, то есть он меняет свое лицо на иное лицо. Тем самым он знает, какой человек встанет у руля. Какой человек будет впредь определять судьбу своего детища, своего предприятия. Поэтому в своем решении наследодатель определяет, кто будет исполнительным органом. Он определяет положения, которые должны быть указаны в уставе. Он утверждает этот устав. Как вы сказали, он определяет срок действия этого благотворительного, например, фонда. Он вновь может повторить те лица, которые могут обратиться в этот фонд. Суммы, которые положены этим лицам. Ну и все условия, которые он хотел бы видеть в своем предприятии впредь. Вы сейчас рассказали о том, как будет работать именно этот наследственный фонд. А есть ли какие-то нюансы, которые нужно наследодателям учесть обязательно при вставлении завещания? Ну, в принципе, да, очень много нюансов. Но во всех этих нюансах будет помогать нотариус, который будет помогать в составлении этого завещания, как и в любом другом. Мы, конечно, любому гражданину оказываем помощь. И давно уже тех нет рукописных завещаний, которые раньше были от граждан. Приняты были раньше, да? Конечно, это не запрещено. Но вместе с тем могут быть какие-то технические ошибки, орфографические. И чтобы завещание толковалось надлежащим образом, конечно, мы помогаем любому гражданину в составлении завещания. А здесь тем более. Потому что слишком много моментов, которые нужно будет помочь, подсказать, прописать. Какое имущество перейдет в фонд? Кто будет управлять фондом? Какие средства будут потрачены на его дальнейшую судьбу и развитие? Как я уже сказала, кто может обратиться в это юридическое лицо? Естественно, это непростое задание, в том числе и для нотариуса. Это будет с помощью нескольких бесед однозначно. Проект обсуждается. Но помощь в этом, я думаю, может исключительно помочь только нотариусу. Скажите, пожалуйста, а вот еще кто конкретно займется организацией наследственного фонда? После смерти гражданина нотариус, ведущий наследственное дело, в течение трех дней с момента открытия наследственного дела направляет в уполномоченный орган по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заявление о государственной регистрации такого наследственного фонда. И выдает такому фонду уже свидетельство о правильном наследстве. Тем самым у нотариуса уже на момент смерти есть определены заранее условия и содержание самого устава, решение о том, кто будет возглавлять этот фонд. То есть нотариус больше после факта смерти, он выполняет, ну так скажем, некую техническую работу тем, что он просто направляет такое заявление. Как я уже говорила, содержание того, чем будет заниматься эта организация, кто будет во главе и какие будут основные ее цели и задачи, наследодатель определяет заранее. Вот как бы закон помог гражданину определить судьбу своего имущества и в отношении юридического лица, в отношении актива, в отношении капитала. Инна Борисовна, следующий вопрос задам вот такого рода. Скажите, пожалуйста, получается у гражданина, вот у крупного предпринимателя, мы взяли сегодня в качестве примера благотворительный фонд, пишет завещание на наследственный фонд. А свое личное имущество, квартира, машины и так далее, это будет одно завещание, либо нужно писать два завещания? Можно это написать и в одном завещании, можно написать это и в разных завещаниях. Наследственный фонд встает, так скажем, параллельно со всеми наследниками, кто будет иное имущество наследовать. Ведь завещаний может быть несколько. И это не значит, что четко одно завещание отменяет другое. Мы смотрим уже после факта смерти содержание завещания. У наследодателя одно завещание может быть на квартиру, другое завещание может быть на земельный участок, третье на долю в уставном капитале, и в четвертом, в более, так скажем, специфическом, он может раскрыть судьбу своего наследственного имущества в части юридического лица, то есть в части своего какого-то бизнеса. И уже потом нотариус смотрит, не противоречит ли одно завещание другому. Может быть, это заведомо наследодатель сделал, учитывая, чтобы в одном завещании не пересекались фамилии. И если он хочет при жизни вручить завещание одному гражданину, второму и третьему, он, может быть, не хотел озвучивать все свои распоряжения на случай смерти. Поэтому... Здесь вариант, возможно, такой. Да, конечно. Закон позволяет сделать несколько завещаний. Самое главное, чтобы не было в последнем завещании формулировки «все мое имущество», которое отменяет абсолютно все предыдущие завещания. Здесь, в данном случае, если возникает такая ситуация, вы также подсказываете, да, разумеется, представление завещания, и все будет конкретно и корректно учтено. Да, конечно, мы всегда разъясняем, что если у нас фраза «все имущество, какое ко дню смерти окажется принадлежащим», в чем бы таково ни заключалось, где бы ни находилось, то это значит, что завещание отменит предыдущее. И, конечно, напомню, что сейчас все завещания вносятся нотариусами в единую информационную систему, и даже если у гражданина нет желания при жизни отдавать завещание, вносить, может быть, какой-то раздор в семью, в родственные отношения и озвучивать свое распоряжение, то при открытии наследственного дела нотариус на основании реквизитов свидетельства о смерти делает запрос в единую информационную систему, и доступны не по содержанию, а доступны просто факты заключения всех завещаний, которые когда-либо гражданин делал. По Российской Федерации. То есть, если даже вы делали это в другом городе, мы это все равно увидим. У нас есть возможность сделать запрос тому нотариусу, у кого было составлено завещание, и уже мы смотрим, действительно ли тот человек это сделал в завещании или нет, либо это однофамилец, одноименец, такое тоже часто бывает, и смотрим, не отменяет ли последующее завещание предыдущее. Спасибо большое. Напоминаю, уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире программы «Территория права». Телефоны в студии 202-11-22. Я сегодня беседую с нотариусом города Самары Инна Борисовна Хайкина. Говорим мы сегодня о наследственном фонде, но также и ждем ваших звонков по телефону студии. Дозванивайте с телефона и сайт нотариальной палаты. Также периодически появляются на ваших экранах, и я хочу сказать, что в рабочее время вы можете обязательно связаться по этим телефонам, если вам нужна бесплатная консультация по телефону. Консультант нотариальной палаты обязательно проконсультирует вас по любому интересующему вопросу. Ну, а мы работаем в помощи вам. Дозванивайтесь. 202-11-22, телефонный по студии. Инна Борисовна, вот если появится наследственный фонд, то что будет с наследниками? Вот изменится ли очередность призвания к наследованию? Да, действительно, очередность призвания не изменится, и если наследственный фонд появится, это будет еще как, ну, так скажем, еще одна альтернатива. То есть наследственный фонд может встать наряду с указанными в завещании наследниками, либо с указанными по закону. Это, в принципе, обеспечивает защиту кредиторов, потому что они могут предъявить такие свои требования и к наследникам, принявшим наследство, в том числе, включая наследственный фонд. То есть здесь несколько распространяется обязанность по обязательствам наследодателя, не только на наследников по закону, так скажем, к общепринятой очереди, но и к наследственному фонду. Потому что наследники, все, кто приняли наследство, они принимают не только пассивы, активы, но и пассивы. То есть все обязательства, которые были у наследодателя, они распространяются на всех лиц, принявших наследство. У нас есть звонок. Послушаем. Говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Говорите. Вот мой брат умер пять лет назад. У него никого в семье нет. Я одна наследница, сестра. Но у него осталась сберкнижка. Когда я подала в нотариус все документы на наследство, то мне в сбербанке выдали, что в класс завещан на какую-то женщину. Завещание в письменном виде не существует. Я писала письмо. В Самарон у меня ответ так и не пришло. Это было два года назад. Сейчас уже пять лет так просто нет. Как мне быть? А куда направляли письмо? Вот я писала в сбербанке в Орден-Вакурбышевске. Они сказали, что они направят его в Самару. В Самару кому? Не знаю. Вот, наверное, на вашу нотариальную палату. Понятно. То есть точных данных нет у вас, да? Ну, я полагаю, что все равно вы можете быть призваны к наследованию, потому что человек, который указан в завещании, он не принял наследство, и если вам нотариус не говорит об иных лицах, которые приняли наследство, значит, при подтверждении родственных отношений вы являетесь наследником второй очереди, и вы можете вступить в наследство. Вам самое главное нужно просмотреть ваше родственное отношение, чтобы было свидетельство о рождении вашего брата. Если вы меняли фамилию, то свидетельство о заключении брака. Если брак был впоследствии расторгнут, то справочка из АГСа о факте заключения брака, если у вас фамилия менялась. Вам необходимо, конечно, обратиться еще раз к тому нотариусу, который ведет наследственное дело. Нотариус поднимает запрос, который нам направляет Сбербанк. Если действительно тот человек, указанный банком, не обращался, вы вправе унаследовать эти денежные средства. При этом, еще обращая ваше внимание, необходимо, чтобы завещание было сделано после 1 марта 2002 года. Здесь было сказано, что завещания нет. В банке было сделано. А, в банке. Да, в банке было сделано замечательное распоряжение. Вот если до 2002 года, то банк самостоятельно решает этот вопрос. Вам нужно обратиться еще раз к нотариусу и поднять ответ Сбербанка, чтобы посмотреть по реквизитам, когда было сделано. В любом случае, у всех наследников обязанность принять наследство в течение 6 месяцев. Спасибо большое. Продолжаем наши разговоры, продолжаем общаться с вами. Уважаемый телезритель, дозвоните к нам в студию. 202-11-22, телефоны в студии прямого эфира программы «Территория права». Инна Борисовна, вот следующий вопрос. А если, ну вот любопытно, в законодательстве зарубежных стран аналогичная возможность учреждать наследственные фонды? Да, у нас самый яркий пример – это Нобелевская премия. Альфред Нобель учредил свой фонд достаточно давно. И впоследствии, такой фонд продолжает действовать по тем принципам, следуя тем задачам, которые Альфред Нобель и изначально заложил. Сделано это тоже путем напутствий, путем решения, изложенных через завещание. И этот фонд, эта организация действует именно в соответствии с теми условиями, которые изначально были заложены основоположником этого актива. Вот это, собственно, яркий пример работы организации. Да, это наиболее яркий пример. Еще есть фонд Генри Форда, который благотворительный, который также выплачивает только те пособия и те денежные выплаты, которые подпадают под условия, которые были заложены Генри Фордом. И его действие, его, так сказать, деятельность продолжается, несмотря на то, что уже родоначальника нет. Но это можно предопределить, то есть судьбу своего бизнеса, судьбу своего дела можно предопределить с помощью завещания, с помощью такого содержательного решения на случай смерти. Ну, я, конечно, понимаю, что времени прошло с момента подписания вступления в силу этого закона совсем немного, 1 сентября, но, тем не менее, может быть, в Самаре уже есть такие случаи, когда обращаются за созданием наследственного фонда? Нет, пока нет. Пока нет? Нет, конечно, поэтому мы рассказываем об этом здесь, на телевидении. Конечно, если будут граждане обращаться с целью завещать долю, может быть, в уставном капитале, либо какие-то акции свои, конечно, мы будем более подробно уже и спрашивать гражданина, запрашивать какую-то информацию, насколько это актуально. Может быть, нужно немножко подождать и спустя какое-то время сделать, вот уже в рамках закона, такое распоряжение. Потому что на сегодняшний день гражданин может сделать только завещание относительно своей доли в уставном капитале путем обычного вставления завещания. Но вот все-таки давайте еще раз поговорим о том, в чем же преимущество создания наследственного фонда. Возможно, сейчас по ту сторону экрана сидят люди, которые обладают таким значительным капиталом. И вот интересно же, да, ну почему не обычное завещание? Почему наследственный фонд? Зачем? Ну и, может быть, развенчать какие-то мифы? Вы знаете как, сохранить и развить бизнес, я думаю, это одна из основных целей. Ведь гражданин хочет, чтобы его дело продолжало жить. Да, продолжало жить. Поэтому сохранить, развить бизнес. И еще вот такой момент, что невозможно в некоторых организациях приостановить работу какого-то предприятия в силу разных причин. Большое количество сотрудников, либо большое количество каких-то зависимых предприятий. А период вступления в наследство и оформления в средства права наследства от даты смерти, как вы знаете, это 6 месяцев. И чтобы сократить этот срок, чтобы помочь гражданам потом и юридическому лицу самому жить, продолжать и действовать, вот в том числе и для этой цели наследственный фонд организует. Более того, гражданин может и указать какие-то новые способы управления, может быть, в течение определенного времени. Поэтому помочь также с выплатами, с зарплатой, с какими-то пособиями, с тем, чтобы работающие в этом предприятии люди не зависели от факта смерти, и не зависели от того, что уже... От каких-то случаев, да, внезапных форс-мажорных ситуаций, опять же. Да, нету ни директора, нету ни учредителя, а предприятие должно жить. У нас есть звонок. Послушаем. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос, как бы сказать, в той летней давности. У нас, у мужа, у тети было завещание на сберкнижку. Потом, значит, вот когда все пропали деньги, это революция 90-го года, она умерла сама в 93-м году. Завещание было на мужа. В общем, потом ничего там, какие-то суммы, конечно, получили, потому что совсем другие деньги были, какие-то гроши получили. Но потом, в 98-м году муж умер. Там потом по годам сделали. У него не выходило времени, еще не выплачивали 98-й, это 38-й год. Вот прошло уже потом, значит, какое-то время, муж умер. Потом где-то вот 41-й начали в год выплате. Я пошла в Белбанк и, ну, им сказала, что вот, я говорю, на мужа есть довещание, а тетя умерла, и муж умер. Я говорю, вот у меня и сидит, и собрать, и все, я имею прав в пользу. Ты что-то получите, что-то сказали, а ты нет. А вы никто. Ну, и вот разговор на этом окончился. Спасибо за вопрос. Прежде всего, вам нужно разобраться с наследственным делом вашего супруга. Вам нужно, если оно не заведено, завести это наследственное дело. Что нужно для этого делать? Обратиться к нотариусу по месту? Сейчас это по месту жительства последнего. То есть это городской округ Самара, если человек жил в Самаре. Если это Новокубежская жила, к любому нотариусу Новокубежск, к любому нотариусу Тольятти. Вам нужно обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело после смерти супруга. Если такого нотариуса нет, вам нужно завести наследственное дело. А потом уже смотреть, какое имущество унаследовал ваш супруг. То есть, либо у него были свои сберкнижки, ну, с этим проще решается вопрос, только делается запрос Сбербанк и все. Нотариус делает запрос после заведения уже наследственного дела. И второй момент, он мог бы унаследовать сберегательные вклады, получается, своего родственника, тетя, либо еще кто-то. Он не успел это сделать, либо недооформил. Поэтому нотариус, который ведет наследственное дело после смерти вашего супруга, делает запрос тому нотариусу, который ведет дело после смерти тети, и уже выясняет, первый вопрос, вступил ли он в наследство, либо не вступил. То есть, это выясняет нотариус, здесь успокоиться не нужно. Если дела наследственного вообще не было после тети, то нотариус может его завести и сейчас. Только нужны наследники. Наследники должны быть дети, супруги, родители, либо родственные отношения вы подтверждаете по дальней, по более... Ну, я думаю, что дальнейшую сборку обязательно подскажет нотариус. То есть, первые шаги нужно обратиться сейчас к нотариусу. К нотариусу именно не после смерти тети, а после смерти вашего супруга. И тогда уже у вас станет все на свои места. Спасибо большое. Принимаем еще один звонок. Алло, говорите, в эфире. Добрый вечер. У меня вопрос такой. Трехкомнатная квартира. Одна четвертая часть, была на мне 10 лет. С дарением. Умирает мама, я вступаю на спец, а мне уже три четвертых, а четвертая полная квартира. Вы не скажете, в какое время я смогу сделать куплю-продажу этой квартиры? Чтобы не было такого большого налога на стоимость, как говорится. Через какое время? А когда вы вступили в наследство? Скорее всего, так вопрос задам. Когда факт смерти? Дата смерти. Год назад? Год назад, ровно год назад. Дата смерти. Год назад. Год назад. Отчисляется от даты смерти. То есть сейчас уже год прошел, и вы можете отчуждать. Еще раз обращаю ваше внимание. Не от даты, когда вы оформили наследство. И не до даты, когда вы получили свидетельство о праве наследства. А именно от даты открытия наследства. А дата открытия наследства является датой смерти. Я думаю, что ответ понятен. Спасибо. Инна Борисовна, какие еще изменения в третью часть гражданского кодекса вносит указанный федеральный закон? Федеральный закон еще внес достаточно необычное для нашего права и для нашего правового оборота Это возможность составления завещания каждого из супругов в присутствии другого супруга. То есть каждый супруг вправе обратиться еще со своим супругом. Сейчас это запрещено. Это охраняется тайной. При составлении завещания никого не может быть в кабинете у нотариуса. Законодатель специально это указал. Это возможность, это не обязанность, это право гражданина с той целью, чтобы совместно распределить общесовместное имущество. Потому что все, что супруги приобретают, это совместное имущество. И порой, делая завещание, супруг не дает себе отчета, как бы мы ни объясняли, как бы мы ни говорили о том, что земельный участок совместно приобретен, и от вас половина будет у супруги. Все равно наследодатели просто не до конца понимают свою ситуацию и говорят, напишите нам полностью земельный участок. В то время, как после факта смерти, после открытия наследственного дела, если супруги совместно приобретали, половина, например, земельного участка уходит сразу пережившему супругу или супруге, и уже нотариус работает с другой половиной. То есть правильно ли я вас поняла, если супруги пришли вдвоем к нотариусу, то они поодиночке на имущество составляют завещание, выражают тем самым свою волю? Они могут поодиночке, конечно, да, присутствовать при составлении завещания могут оба. И это достаточно актуальная новелла, потому что, как я вот еще раз повторюсь, нотариус просто разъясняет именно права, которые будут у пережившего супруга. Это очень важно. Мы всегда на это делаем акцент и при составлении брачного договора, что изменится порядок наследования, и при составлении любого другого завещания сейчас мы всегда выясняем, лично вам принадлежит это имущество, либо мы должны подумать еще о супруге. Не для того, чтобы изменить волю завещателя, а именно для того, чтобы он правильно понял, как впоследствии будут наследовать его назначенные им наследники. Поэтому вот такая новелла будет, чтобы нотариус сразу разговаривал с двумя супругами, сразу разъяснял и права пережившего супруга, и, может быть, тем самым изменил содержание завещания. Но я думаю, это будет очень актуально. Это исключит споры. Это однозначно поможет тому нотариусу, который будет потом ввести на следственное дело. Вы сказали, будет, то есть этот закон еще не вступил в силу. С 1 сентября 2018 года. С 1 сентября 2018 года, то есть еще как бы есть время, и вы, собственно, людей, которые приходят, возможно, за такую услугу, предупреждаете, что будет такая возможность. Мы предупреждаем, да, конечно, супруг может предупредить свою супругу, он может рассказать, они могут посоветоваться вместе на семейном совете, они могут прийти вместе к нотариусу. Но во время составления завещания сейчас никто не может присутствовать, кроме нотариуса и завещателя. Иногда бывают такие личные вопросы, когда даже в присутствии супруга их не задашь. Спасибо большое. Ну а время наше подошло к концу. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо за ваши компетентные ответы. Спасибо, конечно, всем нашим уважаемым телезрителям, которые были сегодня с нами. Следите за нашими анонсами. Территория права обязательно еще придет к вам в дом. Ну и мы будем ждать ваших вопросов. Спасибо вам большое, Инварис. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!